Добрый день, дорогие телезрители! Сегодня в эфире передача «Дорога к храму». Она по многому будет необычная, потому что подходит необычное событие в жизни нашего храма – открытие мощей святителя Нектария Игинского. Здесь сегодня присутствует Александр Бельский, директор фонда святых апостолов Петра и Павла, которые немало потрудились для того, чтобы помочь нам к открытию этих мощей. Он хотел бы задать несколько вопросов. Здравствуйте! Здравствуйте, отец Михаил! Могли бы вы объяснить мне, ну, может быть, нашим телезрителям, кто нас сейчас смотрит, в чем вообще заключается сила мощей, почему им люди поклоняются, что это такое? Это закономерный вопрос, потому что поклонение мощам является отличительной чертой именно православия, православной церкви. Мощей на самом деле очень много, и все найденные, обнаруженные мощи, они выставлены для поклонения, но мы действительно, может быть, должны понять какую-то предысторию. Почему? Они являются святыней. Дело в том, что Господь наш Иисус Христос, воплотившись в человеческое тело, в человеческую плоть, осветил собою эту плоть. И мы имеем вообще смысл и надежду на спасение только в силу того, что Господь уже ее одухотворил, обожил. То есть и мы к этому все призваны. То есть мы не убегаем от своего тела, к сожалению, может быть, бренного, к сожалению, больного, может быть, многими физиологическими какими-то потребностями отягощенного, а мы обожествляем каждый человек свою плоть. И к этому, собственно говоря, и призваны. В этом и смысл человеческой жизни. Мы должны ее утоньшить, мы должны ее сделать небесной, тонкой, святой, чистой. И вот на этом пути больше всего успели те, кого Святая Церковь называет святыми. Таких святых много. И многие святые оставили действительно свои останки, они были обретены, то есть могилы раскрывались или места захоронения раскрывались, и очень часто они оказывались нетленными. Но именно в силу того, что вот та благодатная, обоженная, ну скажем так, энергия, которая присутствовала на момент жизни святого, она сохранилась и в его останках, ибо они обожены до богоподобного состояния, доведены. В силу этого, с самых первых веков или самых первых времен, Святая Церковь почитает эти останки. Более того, нужно сказать, что первые литургии, то есть первые службы, они служились на гробах, там, где находились вот кости или останки святых. И никто этим не чурался, никто этого не боялся. А когда мученики бывали казнены или побиваемы, то чаще всего их святые останки, их мощи, может быть, изуродованные, святые христиане разносили по домам и оставляли как предмет для почитания. То есть, с одной стороны, может быть, почитание никем не было санкционировано, оно вот так вот стихийно возникло. С другой стороны, в этом почитании есть очень серьезный и глубокий смысл. Именно в силу того, что сами телесные останки, они обладают той силой, той энергией, которую стяжал сам святой во время своей жизни. — Батюшка, а вот не подскажете, не ответите ли, извиняюсь, на вот такой вопрос? Все-таки Нектарий Егинский, он является в большей степени греческим святым и в России малоизвестен. Кто же все-таки такой? Какое его житие было? Может быть, вот вкратце, да, то есть, как он жил? Почему все-таки он явился святым? Как вот, может быть, как обрели его мощи? И почему все-таки он причислен к этому святым? Нектарий Егинский, он не то что греческий далекий святой, а он, скажем так, почти наш современник. Дело в том, что Нектарий Егинский, живший на рубеже 19-20 века, он умер в 1920 году. То есть, это были те времена, когда уже остались его фотографии, его работы, его собственноручные фоксимиле, многие крестики, которые он расписывал. Остался монастырь на острове Егина. И даже до какого-то времени существовали очевидцы, которые видели его лично. И даже составлена книга под названием «Я разговаривал со святым Нектарием». Таким образом, это не просто далекий неизвестный святой, а это недавний святой. И, конечно же, его почитание в России, оно связано с тем, что Нектарий Егинский прославился как помощник от онкологических заболеваний. И так как действительно и в нашей стране, и везде эта язва очень и очень распространена, не мы, так наши сродники, не наши сродники, так наши близкие. И обязательно кто-то в нашем окружении вот этой страшной болезнью поражен, ширится и вообще желание молиться ему и прибегать за его помощью. Ватюшка, не поскажите, а какие, может быть, чудесные исцеления уже были или что-то? Это же как бы важно, когда люди поклоняются мощам, что получается ли какой-то результат. Конечно, были. И если бы таких случаев не было, то я вас уверяю, вот и расширение почитания, молитв и обращений тоже не было бы. Уже при своей смерти в 1920 году произошло чудесное прославление его, вообще его жизни, его подвига тем, что когда он умер, то вся больничная палата в Греции, в Афинах, она исполнена с такого благодатного благоухания, ароматного благоухания, что полгода в этой палате практически никто не мог находиться. То есть это было настолько очевидно, настолько явно, и вот этого аромата никто не мог долго выдерживать. Поэтому эта палата оставалась незаселенной. А его нижнюю одежду, когда стали его сестры переоблачать, положили на кровать, рядом лежал парализованный какой-то человек. И этот человек сразу же встал и стал помогать им, то есть стал ходить. То есть обрел в одно мгновение здоровье. Конечно, вот это мгновенное прославление, скажем так, от Бога, наверное, святителя Нектария Игинского заставило очень внимательно отнестись к его жизни, к его делам, к его словам, к его трудам, вообще к его подвигу. Очень часто святые прославляются через многие-многие годы или десятки лет, через столетия. Серафим Саровский в 1903 году только был канонизирован причислен к лику святых. А здесь вот эти мгновенные чудеса с его смертью, они, конечно же, пополнили тот ряд чудес, которые еще при его жизни совершались. В частности, вода в источнике, это известный факт, когда он благословил копать источника, действительно, на этом месте оказалась вода очень важная вещь для Греции. Вот вы упомянули, что есть книга, изданная. А в России есть какая-то литература, связанная, ну, где вот можно было бы почитать что-то, что-то узнать о нем? Может быть, вот эта вот книга, издана ли она в России? Несколько раз издавались жития Нектария Гинского, но я думаю, что, во-первых, тираж был не очень большой, а во-вторых, она разошлась, наверное, как ознакомительный материал. То есть, люди, которые приобрели эту книгу, они еще сами, может быть, не до конца поняли, кто это такой, что это за святой, и тем более, почему к этому святому обращаются в случае онкологических заболеваний. Вот эта тема молитв о болящих онкологических, она возникла в связи с таким же чудесным событием, произошедшим в 1965 году, уже задолго после смерти Нектария Гинского. В Греции был один священник, его тоже звали Нектарий, и он строил храм. Храм он строил с большими трудами, никак не мог достроить, но самым главным препятствием к этому была серьезная онкологическая болезнь. И вот он молился Богу о исцелении, и в одно время ему было видение, что Нектарий Игинский его ободрял, сказал, что Господь испытует тебя, дарует тебе здоровье для того, чтобы ты достроил храм. И вот действительно в скором времени он обрел это здоровье, достроил свой храм, и вот именно с этого момента, с 1965 года, вся Греция просто всколыхнулась по отношению к Нектарию Игинскому, именно в том смысле, что болящих таких оказалось очень много. И это самые ревностные молитвенники, потому что человек в болезни, он действительно очень искренне молится. А вот такой вопрос, кто все-таки явился инициатором обретения мощей в наш храм, ну и почему он в нашем храме именно появился, Нектарий Игинский? Как вот вообще происходило? Вопрос очень хороший. Что это, как это вот начиналось, да? Откуда вдруг люди простые? Конечно, сложно что-то сделать по программе, по какому-то твердому жесткому плану. Конечно, всегда бывают какие-то инициаторы, это личности, это люди конкретные. И в приходе нашем есть такая благочестивая семья, в которой четверо детей и одного из детей тоже зовут Нектарий. И эта семья поначалу выступила инициатором принесения мощей с острова Игина. Но выяснилось, что на самом деле мощи Нектария Игинского не дают никому. Даже существует прошение некоторых патриархов, которые мы видели на Игине, они остаются без ответа. Но в силу того, что вот такое произошло стечение обстоятельств, что другие наши прихожане, они, имея вот эти вот болезни, искренне молились, они сопутствовали, содействовали нам. То есть мы постарались и не только Господа упросить, но и каких-то помощников найти в этом деле. Но решающим оказалась просто-напросто вот любовь монахинь к России, к русским людям и тем, что вот у нас недалеко тоже находится онкологический центр. И, в общем-то, после некоторых раздумий они передали в наше пользование постоянное очень большую, одну из самых крупных частиц, которые вообще существуют, кроме Греции, кроме вот Игины, нам в храм. Именно вот для того, чтобы люди поклонялись памяти этого святого, обращались к нему молитвами. Я думаю, что в первую очередь здесь, конечно, благословение Божие, молитва самого Нектария, а уже какие-то технические или переговорные возможности, наверное, имеют второстепенное значение. Очень большое значение имело, конечно, помощь фонда святых апостолов Петра и Павла, потому что, конечно же, потребовалось многократное посещение, и сама перевозка, и приготовление ковчега, достойного для хранения этих мощей, в котором, собственно говоря, и будут они первый раз открыты. Ну, мы как фонд подключились на определенном этапе, конечно, да, и всегда готовы помогать, но я думаю, что, может быть, у многих зрителей тоже возникнет вопрос, что такое фонд и почему при нашем храме образовался фонд, ну, может быть, если не последний раз мы с вами появились в кадре, как-то уже потом об этом отдельно побеседовать, действительно, потому что вдруг у нас образовался фонд, почему и для чего нужен храм, и мы, может быть, побеседуем потом отдельно. И, наверное, один из последних таких вопросов, который, ну, в общем-то, он и меня тоже интересует, это насколько часто вообще будут выносить мощи, потому что, например, вот в паломоческой поездке по Афону, да, есть какие-то мощи, которые выносят, например, только выходной день после литургии, воскресенье, воскресный день, да, какие-то мощи стоят всегда на поклонении, то есть как вот вы планируете, как это будет в нашем храме? В нашем храме мощи будут для молитвы и для поклонения в среду после Акафиста и воскресенье после литургии. Ну, и, конечно, в день празднования святого. Вот таким вот образом. В среду и воскресенье. Ясно. Благодарю вас, батюшка, за то, что вы уделили время и смогли ответить на мои вопросы. Спасибо, Господи. Всех телезрителей приглашаем к нам в храм и 22 ноября, и в другие дни на богослужение. Всего вам доброго. До свидания.